Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее зимнее декабрьское утро. Сейчас и в Израиль пришла зима. Сегодня дождик, такое похолодало. Плюс 15. Конечно, очень тяжело в таком холоде находиться. Я шучу, не плюс 15. Я не знаю, сколько градусов, но похолодало. Похолодало сегодня. Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать Тору. Мы зажигаем огонь в сердцах. Кстати, интересно, что книга Тания говорит, что у человека его животная душа находится в сердце, в левой части сердца, что интересно, в левом желудочке, в крови. То есть именно животная душа человека, вся его инстинктивная животная сущность находится в крови. Через кровь идут все гормональные вещи, через кровь идет иммунитет. Нет, вообще телом управляется. Кровь имеет ведущее значение в теле, скажем так. А божественная душа находится в интеллекте, в голове. Это тоже интересно. И это как две разных части. У человека постоянно внутренняя борьба между его божественной душой и его вот этим вот животным составляющим. И интеллект, он находится как бы между вот этими влияниями, между божественной душой, которая свет, свет Бога. То есть внутри у каждого есть божественный свет. Можете себе представить вообще. Это невозможно представить. Это тяжело представить. Но это так. И есть у человека, значит, есть у человека внутри, в сердце, в сердце его это, тело это животное вообще, а в теле, в сердце эмоции, эмоции находятся. И интеллект должен как-то в этой во всей истории ловить сигналы божественные, ловить сигналы телесные. И человек все время принимает решения. А что делать-то? Как конкретно в каждой ситуации поступить? Теперь, любая честная рэба на сегодняшний день, 13 лет в это, приводит такую идею интересную, что сказано в пророке Ишая, Ишаяу, Исайя на русский переводится, Ишаяу, Исайя. Весь мир будет наполнен признанием Бога. Это то, что мы говорили, что когда придет Машех, вот в последнем этапе, да, перед, когда рассвет, да, значит, и весь мир наполнится признанием Бога. Как воды закрывают дно океана. И вот это вот ощущение, божественное ощущение, это будет как вода. Мы сейчас живем в сухой такой вот земле, а это будет как вода. И вот то, что я вчера говорил, сегодня он пишет это, да, окажемся мы в единении с источником всей жизни, и пока ничего невозможно будет различить между творением и творцом. То есть, представляете, будет очень как классно, что, я даже не представляю, как будет интересно, когда будет полное видение между вот просто Всевышней, и все будут понимать, что Он есть. И этим светом будет наполнено все мироздание. Вот как. Будет Бог един, и имя Его едино. И сейчас мы уже, смотрите, сейчас уже весь мир, он с разных сторон узнает про Бога. С разных. То есть, раньше было как? Человек мог узнать от Бога только от какого-то там шамана в своем, в своей деревне, да, или от какого-нибудь там священника, какого-нибудь, какого-то непонятного вообще, откуда этот священник знал. И было у человека ограниченное, совершенно ограниченное число людей, от которых он мог узнать про Бога. И если этот человек, от которого он узнавал от Бога, оказывался аферистом каким-нибудь, или просто глупым, тупым, ну, косноязычным, то есть, знание человека о Боге было очень, очень такое ограниченное. А в наше время, как раз, может быть, для этого Всевышний сделал интернет. Когда есть полный доступ к любой информации, самые умные, святые, разносторонние люди, все говорят о Боге, то человек может услышать и так, и так, и так. И ничего сейчас не может человека сказать, что у меня не было возможности узнать про Бога. У всех есть возможность узнать про Бога. Вот мы во Икру основали как раз специально во Икра и во звал. То есть, Всевышний взывает каждому из нас. Но раньше это было через ограниченное число. То есть, прям конкретно, человек вот, он жил в деревеньке где-нибудь там, и все. А сейчас он даже может на космическом корабле быть и через интернет слушать во Икру. Или других, тех, кто говорят о Боге. Значит, я сейчас, вот у меня была какая-то шутка очень в голове, она меня очень веселила, пока я это говорил. И забыл я ее, забыл. Значит, а, шутка у меня была такая, что священники бывают разные, да, бывают священники, там, например, есть такая шутка, что священник, там, Александр, священник Александр собирал на храм, ходил, собирал деньги на храм. На храм он пока не собрал, но новый Мерседес уже купил. Значит, такая шутка есть. А другая шутка, что два человека звонят в дверь и, значит, знаете, ходят проповедники по разной, там, в оранжевых одеждах, в черных костюмах, в белых галстуках. Значит, и два человека заходят в, стучат в дверь, открывают хозяин квартиры дверь, а они ему говорят, здравствуйте, вы не хотите на нас переписать свою квартиру? Он говорит, в смысле? Они говорят, ой, извините, не с того начали, давайте поговорим про Бога. То есть, многие настолько обесценили вот эту вот идею Бога, и я всегда говорю, вот, на вопрос, а вот религиозные ведут себя вот так ужасно, там, то-се, особенно в Израиле много модно так говорить. Я говорю, вы знаете, если они правда ведут себя ужасно, то они не религиозные. То есть, религиозные и ведет себя ужасно, это две противоположности, это как белое и черное. То есть, если человек религиозный, то он ведет себя, как Бог ему сказал, он добрый, он любящий, он помогает, он святой, да? То есть, а если он ведет себя, как не святой, так он не религиозный. То есть, нельзя сказать, он религиозный и он злодей. Нет, это нельзя так сказать. То есть, он или религиозный, или злодей. Если он доказанный злодей, значит, что он не религиозный. Понятно, да, идея? Но по одежде нельзя определить, потому что, мало ли, человек может переодеться в любую одежду. Это очень легко переодеться в любую одежду. Очень легко одеть, там, бороду можно приклеить, усы, и все, и выйти, сказать, вот, смотрите, я религиозный. Хорошо. Значит, но когда придет Машех, вот эту эпоху знания, да, света божественного, в этот момент будет Бог один, имя его едино, у всех откроются глаза. То есть, уже не будет, невозможно будет обмануть, где-то там скрыться. Все будет видно, да? Хорошо. Теперь, значит, мы продолжаем изучать Пятикнижие, Пятикнижие Тора, самый такой прям, я не знаю, это, особенно если учит на иврите, вот это слова Бога, вот прям конкретно слова Всевышнего, которые он передал через Маше Рабейну, Моисея. Написано так, мы сегодня заканчиваем как раз изучать книгу Берешит. Книга Берешит, это о сотворении мира и о первых людях. И это, кстати, невероятно, вообще невероятно, вот книга Берешит, в ней есть все архетипы, архетипы всех людей, архетипы всех поведений, архетипы всех ситуаций. То есть нам Тора сообщает конкретно вот все архетипы, которые только есть, такие шаблоны. И мало этого, они есть в каждом из нас. То есть в каждом из нас не один шаблон, а все, которые упоминаются в книге Берешит. И вот, значит, Яков, Яков, который получил имя Истраэль, который вот уже приблизился к смерти, он собрал же, мы знаем, сыновей, он их благословляет. Вот, значит, мы дошли уже до благословения Бениамина. И он Бениамину говорит, Бениамин, Зеев, Итраф, Баботер, Йохаль, Атлееров, Ихалекшалаль. Он говорит, Бениамин, это волк терзающий, и утром он будет есть свою добычу, а вечером он тоже разделит добычу. Значит, есть, кстати, интересно, что 10 колен, они пропали. И вот перед тем, как придет на шеях, выяснится, где эти 10 колен. И очень, есть чеченцы, например, у них волк, это очень такой важный символ в их культуре, насколько я знаю. И вот Бениамина назвал, назвал Бениамина Яков, дал ему благословение, что ты как волк. И вполне возможно, что там через ДНК, 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 перед приходом Ашеха, вдруг выяснится, что, например, может быть, что чеченцы потомки Бениамина. Может быть, может и нет. Но сейчас известно, например, что пуштуны, 16 миллионов пуштунов, это, они потомки колена Минаше. Это прямо уже известно, есть исследования, там доказательства, у них у самих есть предания. То есть, вот этот вот пуштуны, народ в Афганистане, который талибан, так это евреи. Представляете, и талибан евреи тоже оказалось. Вообще, удивительно. Значит, но они генетически евреи, но они уже, они мусульмане, конечно. Теперь дальше. Вот это было, Бениамин, это было последнее благословение. Почему последнее? Потому что Бениамин был самый младший сын Якова. И после этого Тора нам говорит, все эти, коль эле, шефте, израэль, все эти колена Израиля, 12 колен. И вот, что он им говорил, их папа, и он их благословил, человека, кеберхато, то есть, каждого он благословил, его благословением, Берахо там, благословил их всех. И вот этот вот момент, очень на него обращают внимание, устная Тора, объясняет его. То есть, мы видим, что когда он говорил, например, Шимону и Леве, там не было благословения, он им сказал, пусть будет проклят ваш гнев, он их не благословил. А тут написано, что он их да благословил. Так вот здесь отсюда устная Тора нам добавляет, что он, некоторым он сказал о их недостатках, которые им мешают, а потом благословил их каждого благословением, которое ему лично подходило, и потом благословил их всех общим благословением. То есть, я, например, когда хочу кого-то благословить, вот меня там, ну, иногда подходят, говорят, вот, дай благословение. Я говорю, чтобы все брахот, все благословения, которые есть в Торе, были на тебя. Почему? Потому что, я не знаю, какого дать человеку благословение, но каждое благословение, которое есть в Торе, оно очень важное. Поэтому я, чтобы не ошибиться, говорю, чтобы все благословения, которые есть в Торе, пусть будут на тебя, и тогда это безошибочно, то есть, реально человек очень-очень сильно, как бы, получает вот этот вот поток, потому что тут интересно, что пусть, есть такое в Талмуде выражение, что пусть не будет благословения даже простого человека, вообще ни Цаадика, там, ни Талмит Хахама, лег тебе в твоих глазах, то есть, когда человек тебя благословляет, то это как Бог тебя через него благословляет. И, значит, поэтому очень принято у Сфарадим, Бнеюсеф, да, которые, вот, идут там из Рах, это восточные евреи, которые из Марога и так далее, они, кавказские евреи, бухарские евреи, у них очень сильно это развито, они, когда с тобой общаются, они обязательно просят тебя благословить, то есть, они прям собирают благословения. Так я говорю, чтобы все брахот, которые в истории были, на вас, все участники урока, все, кто поддерживает Ваикру, все, кто поддерживает издание книги Мишли, вот сегодня один из моих старых друзей прислал деньги на издание книги Мишли, чтобы Бог благословил всех тех, которые ищут Всевышнего, чтобы Бог дал вам все брахот, которые есть в Торе. И еще есть такое благословение, я его очень люблю, тоже я им благословляю, когда меня просят, чтобы Бог, есть, чтобы Бог наполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. То есть, когда человек что-то просит, вот у него есть желание, и он хочет, чтобы это желание выполнилось, так оно может выполниться, а может не выполниться. Но сейчас уже прямо доказали, там психология и так далее, что если человек сильно что-то хочет, прям мечтает, сильно хочет, то оно выполняется. Так как, почему оно выполняется? Это Всевышний наполняется, все в этом мире идет по воле Всевышнего. Но иногда бывает, что человек что-то сильно хочет, Всевышний выполняет, а оно человеку потом нехорошо. Так поэтому я благословляю, чтобы Бог и малеколь мишелот ли беха, пусть Бог наполнит все запросы твоего сердца, лету ватеха для твоего добра. Хорошо, а здесь написано, что Яков благословил все колена Израиля и благословил их общим благословением. И заповедал, дальше написано так, «Воеца вот там», и он им приказал, «Воем ралеем», и сказал он им, «Я сейчас собираюсь я, приобщаюсь я к моему народу, то есть я иду наверх, моя душа прошла уже этот путь, и дальше я, он говорит, именно я, мое я, мое самоопределение, это то, что в принципе живет у человека его точка сборки, его самоопределение. Мы все время контактируем с окружающим миром, с людьми, для того, чтобы в этот момент прояснить, а где я? То есть вот человек в момент контакта с чем-то, он в этот момент осознает себя. И вот, значит, Яков приблизился уже к моменту ухода из этого мира, и он говорит, «Я, теперь я приобщаюсь к моему народу там, ухожу на следующий уровень игры, а тело мое, а тело мое, тевру, похороните мое тело, с моими отцами, с моими отцами, то есть там, где похоронен был его папа Авраам, его папа Ицхак, дедушка Авраам и папа Ицхак, в Маратамахпыла, которая на саде Ефраму. Он им говорит такое вот пожелание. Значит, там, где похоронены Авраам, там же похоронена Сара, там Ицхак, Ривка, его родители были похоронены, и там я похоронил Лею, свою жену он похоронил там. Значит, дальше, и Тора нам подтверждает, что это поле и пещера было куплено, прям за деньги было куплено у сынов Хета. То есть, Исраэль, прям конкретно, весь мир на Библии молится, американские президенты клянутся на Библии. Там написано, прямо в Библии, ну, то есть, Тора и у христиан это Библия, написано, что купил Авраам поле за деньги. И вот это поле Маратамахпыла, оно принадлежит еврейскому народу. Вот в Торе написано об этом в десятки раз. Доброе утро, Россия, сильно доброе утро. Хорошо, и, значит, сказал он все эти слова, ваяхали Яков в лицевод, закончил Яков приказы, ну, свои вот эти вот наставления, да, что нужно сделать своим сыновьям, поднял он ноди свои, написано, до этого он сидел, поднял ноди свои на кровать и ушел к своему народу. Устная Тора говорит, интересно, что не написано, что он умер. Прямо конкретно написано, ушел к своему народу. Все. И Яков не умер. Так говорят, что он не умер. Не написано, что он умер. Заплакал Юсеф. И, значит, вот тут очень интересно начинается момент. Юсеф сказал своим слугам забальзамировать его. хотя по Торе нужно похоронить сразу же, в этот же день, когда человек умер, надо похоронить, но почему-то его 40 дней бальзамировали и потом 30 дней оплативали. То есть 70 дней в Египте пролежало, тело Якова пролежало в Египте, без его не похоронили. И закончились 70 дней этих оплативания и сказал Юсеф дому фараона так. Значит, и тут мы видим, насколько Яков был умный, продуманный, что он взял с него клятву. Значит, Яков говорит, папа, он взял с меня клятву, говоря, что я умираю и похороните меня, пожалуйста, в Израиле, в пещере. Можно я пойду и похороню? И говорит Устная Тора, если бы он не сказал вот это, что я поклялся, то фараон бы сказал бы ему, слушай, папа попросил так, а вот я тебе говорю, похорони, вот тебе хорошая пирамида, твой папа был праведник, на нем был божественный дух, когда он пришел в Едипет, прекратился голод, едиптяне его очень любили, то есть все видели, что он действительно чудесный человек, праведник, Всевышний с ним, и мы хотим, чтобы его могила была здесь, мы будем ему поклоняться, чтобы было на нас благословение. но когда Яков взял клятву с Иосифа, и Иосиф начал разговор с фараоном с момента, что я поклялся папе, чтобы похороню его там, то уже не мог, не мог уже фараон ему сказать наружь клятву, потому что до этого Иосиф клялся, что он будет служить фараону и так далее, если бы фараон сказал, твоя клятва не клятва, то тогда он бы разрушил все клятвы, поэтому он сказал, ладно, иди и похорони. И вот Иосиф и его, значит, все старейшины из Египта, значит, все пошли, весь дом Иосифа и братья его, и дом отца его, все пошли хоронить Якова. Братья шли, как потом шли, когда несли ковчег, то 12 колен они именно в том порядке охраняли ковчег, как как несли они гроб Якова, несли только братья весь путь до Марата их пеладу Израиля, и, значит, пришли они туда, те, которые жили на земле Кнаан, представляете, раньше же не было там, нельзя было прочитать в интернете, что египетская делегация идет хоронить праведника Якова, не было же газет, и тут, значит, идет такой прям караван огромный, собрались местные там жители, цари, хотели воевать, думали, что война, но видят, что это похороны, они тоже присоединились к похоронам, и это место называлось, погребальное место, значит, пришли они туда, и, значит, его похоронили, его похоронили, и после этого вернулись все они в Египет, и тут, значит, интересная вещь, и сказали братья, а вдруг он нас теперь возненавидит и нас отомстит, то есть, пока был папа жив, он так говорил, значит, что, ну ладно, я вам простил, ничего страшного, Всевышний хотел, а сейчас, значит, он вас даст, они так сказали, прям в Торе написано, и сказали, что он сейчас вернет нам за то зло, которое мы сделали ему, которое мы причинили ему, так они испугались, и тут очень интересная вещь, что Тора прям свидетельствует, что они его снова обманули, прям конкретно, в яйцовой Юсеф, и сказали они, послали они к Юсефу двух братьев, которые были у Дзильпы, и сказали, что папа приказал перед смертью, что так скажите Юсефу, пожалуйста, прости преступление братьев твоих, их грех, что они зло тебе сделали, и вот, пожалуйста, значит, прости нас, папа сказал, мы тебя еще раз просим, прости нас, упали они перед ним, и сказал им Юсеф, вот это важная фраза, я на этом закончу сегодняшний урок, значит, сказал им Юсеф, не бойтесь, он говорит, потому что разве я вместо всесильного, вы хотели мне сделать зло, а всесильный хотел мне сделать добро, и сделал мне добро, для того, чтобы прийти к этому дню, и чтобы я мог оживить много людей, дать жизнь многим людям, он же и Египет спас, и братьев спас, и так далее, и в этом ответе, он им ответил очень глубокую мысль, ну, во-первых, почему они его обманули, устная тора говорит, что ради мира можно обмануть, чтобы был мир, шалом, шалом это самое главное, и они исказили, то есть, они придумали, их цель была ради мира, значит, смотрите, как написано, да, значит, послали так, исказили истину ради мира, ведь Яков такого не заповедовал, и потому что ни в чем он не подозревал Юсефа, у Якова даже мысли не было, что он будет мстить, что-то кому-то зло делать, но они, так как они боялись и хотели, чтобы был мир, они исказили, они придумали, как бы, за него его слова, чтобы был главное шалом, и, а что им ответил Юсеф? Он им говорит, смотрите, вы боитесь, что я вам сделаю сейчас зло, он говорит, ну, вы же сами видели, вы хотели мне сделать зло, а Всевышний сделал мне добро, не могу я вам сделать зло, то есть, каждый человек взаимодействует со Всевышним, у каждой человек, он получает следствие каких-то своих поступков, Юсеф говорит, то есть, я не считаю, что было зло, потому что концовка, она показывает, что все было хорошо, в общем, он их простил, и, значит, на этом заканчивается сегодняшний отрывок, дальше, я не буду, остался кусочек еще субботнего чтения, седьмая часть главы, там говорится, что Юсеф перед смертью тоже попросил своих детей, взял с них клятву, что они его не забудут, и когда Бог их вспомнит, и они будут выходить из Египта, когда будет исход из Египта, то они его возьмут с собой, и действительно, они его взяли с собой, гроб Юсефа, Мушерабену именно этим лично занимался, и когда евреи выходили из Египта, они взяли с собой Юсефа, как он их заклял. Все, дорогие друзья, на этом мы закончили изучение книги Берешит, первой книги Торы, Шаббат Шалом всем, чтобы было еще раз еще, это самая такая книга, которая говорит о устройстве человека, психологии, жизненной ситуации, как себя вести, то есть в ней раскрыты все возможные варианты разворота жизненных событий в жизни человека, от начала Торы, когда Адам нарушил волю Всевышнего, когда, ну в общем, все есть, все из книги Берешит, и, значит, если мы хотим разобраться в жизни, нужно эту книгу перечитывать еще, еще, еще раз, и там есть ответы на все вопросы человеческого поведения, мотивации и моделей жизни. Все, всем шаббат шалом, и с Божьей помощью в воскресенье встречаемся и дальше изучаем. Всем счастливо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok